Илья Ефимов Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье И тебя приведу в этот собственный дом Заведу голубей и с тобой, и с любовью Мы посадим сирен под окном Заведу голубей и с тобой, и с любовью Мы посадим сирен под окном А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду на том пруду Куда тебя я приведу А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду на том пруду Куда тебя я приведу А пока не кола, не двора и не сада Чтобы мог я за ручку тебя привезти Угадаем с тобой самому Мне не надо наши пять номеров Из шести Угадаем с тобой самому Мне не надо наши пять номеров Из шести А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду на том пруду Куда тебя я приведу А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду на том пруду Куда тебя я приведу Качает павшую звезду на пруду Качает павшую звезду на пруду Качает павшую звезду на пруду На том пруду Куда тебя я приведу Илья Ефимов на сцене Шоу «Х Фактор» Мужный, вытранный, волевый. Илля, ты знаешь, тебе очень нравится эта песня. Хотя тебе всего-навсего 21 лет. Иро, думаю, ты со мной погодишься. С таким человеком, справа, можно почувствовать себя, мов, за каменной стеной. Ты знаешь, я сейчас скажу не только от себя, я скажу, пожалуй, от всей женской аудитории, которая сейчас на тебя смотрела, которая тебя слушала, которая видела все то, что есть у тебя в глазах. И поверь мне, что большинство из этих женщин, которые включили телевизор, хочется в этот дом, хочется готовить тебе обед, пока ты сажаешь дерево. И хочется, чтобы сын был похож на тебя. Молодец, настоящий мужчина. Дякую. Игою, за чепит тебя, Илля. А чего только от женщин? Ого, можно от соседа. Я хочу сказать, Илля, что если бы ты был кандидатом в депутаты по моему округу, я бы за тебя голосовал. Потому что ты симпатичный хлопец. Агитація уже заборонена. А какая агитация за Иллю и Ефимова, он никакого отношения не имеет до завтрашнего шоу. Друзья мои, я хочу сказать, что, конечно, меня удивил выбор этой песни, и особенно интерпретация этой песни. Потому что, например, было бы намного интереснее спевать, я куплю тебе дом в Кончезаспе на дамбе. Фик. От всей аудитории. Они будут под Москвой. Даже не знаю, что это такое. Ну, у меня просто нема слов, Илля. На самом деле, молодец. Это классный выбор. Спасибо. Дякую. Сергей, что вы скажете? Вы знаете, а я опять не в ногу. Вот хоть бейте меня, хоть режьте. Я не могу принять это исполнение. Нет, друзья, подождите. Дело в том, что я долгое время дружил с Михаилом Исаевичем Таничем, потрясающим поэтом и удивительным человеком. Я очень хорошо знаю, чем эта песня. Это песня человека, который очень много потерял в этой жизни. И этой мечте о доме, этой мечте не суждено им, скорее всего, сбыться. И мне было очень странно, почему был убран последний куплет. Мало шансов у нас, но мужик-барабанщик, что вращает шары, управляя лотом, мне сказал номера, если он не обманщик, на который нам выпадет дом. Понимаете, без этой гениальной Танчевской иронии, светлой и в то же время горькой, этой песни не существует. Поэтому я не могу этого принять, к сожалению. Дякую ему. Серега. Илья, ну хвалить своих подопечных, это не комюльфо, поэтому я скажу просто. Не знаю, кто твой продюсер, но он умница. Лаконично. Не темниться, что даже найсильнейшему человеку не обойтись без поддержки. Илья сейчас, как никогда, потребует вашей поддержки. Телефонуйте 0900-102-003, або надсилайте цифру 03 на номер 7766. Только дочекайте оголошения про открытые линии для голосования. И помните, вирішальным может стать каждый ваш голос. Тоже пильмите своих любимых. Илья, ты сделал все, что мог. Теперь остается только ждать. И помните, что сказала Ирина Дубцова. Это был Илья Ефимов. Илья Ефимов.